Срочные новости! Робо-собака Boston Dynamics упала в обморок, когда узнала, для чего её сделали. Подпишись, поставь лайк и смотри убойное видео. Ещё в прошлом году стало известно, что робот Spot Mini от Boston Dynamics в 2019-м поступит в продажу. Но вопрос, кто и для каких целей станет покупать робота, оставался открытым. Ответил на него основатель компании Марк Райберт на конференции Amazon Re Mars в Лас-Вегасе. Оказывается, механические собаки будут участвовать в битвах роботов, то есть боях механических собак, управлять которыми будут владельцы с помощью D-PAD, как обычными радиоуправляемыми машинками. Получится что-то вроде сетевой игры с физическими участниками. Видимо, от этой новости робот и свалился в обморок прямо во время презентации, поставив представителей компании в весьма неловкое положение. Кстати, привести в чувство робота так и не удалось. Ему на замену просто вышла другая робо-собака. Ещё одной идеей Райберта была организация робо-футбола со Spot Mini. Были даже показаны кадры такой игры. Видимо, так инженеры Boston Dynamics развлекаются в свободное время, когда не заставляют роботов перетаскивать по стоянке грузовики. Там же, на конференции, один из робо-псов попытался завести себе настоящего друга, но эта затея, кажется, провалилась. Надо сказать, что компания собрала уже 50 роботов Spot Mini, каждый из которых оснащён огромным количеством камер и датчиков. Бонусом к роботу может идти робо-рука, способная открывать двери и поднимать предметы. Она обладает пространственной стабилизацией, сохраняя вещь неподвижной даже при активном движении корпуса. Но хотя Spot Mini очень талантливый, лучшее будущее, которое их ждёт, это даже не роль гладиаторов, а простая работа на стройке в качестве наблюдателей и охранников. По крайней мере, пока единственными заинтересованными в роботах клиентами остаются пара японских строительных компаний, уже проводящих полевые испытания робота. О дальнейшей судьбе роботов Boston Dynamics мы расскажем в следующих видео. Подписывайся на канал, будет интересно.